давайте еще немножко поснимаем хотел показать еще в прошлый раз я показал как мы наносили шпаклевку достаточно так все это выглядит несколько грубовато наверно вот ну давайте наверное аналогичнее было бы еще снять как это потом все обрабатывать ноут один теле уже в принципе почистил все вот вроде выровнял так вот на глаз в общем-то смотрится все неплохо но окончательно тоже будет видно после того как задуется все грунтом вот не всегда на самом деле получается с первого раза все сделать из грунтовка потом выявляет кое-какие еще недочеты и иногда приходится повторять операцию вот в этом принципе нет ничего страшного так ну давайте попробуем сделать вот то же самое наша шпаклевочка подсохла то есть я и дал хорошенько время чтобы она высохла хорошо практически ночь она сохла так ну и теперь начинаем защищать насчет кроме того что вот нашу скотч он играл такую защитную функцию в плане того что мы нигде не заляпывали лишним шпаклевки сейчас он нас еще будут играть функцию тоже защитную опять же для того чтобы не повредить пластик то есть не нанести лишних всяких потертостей на пластике будем обрабатывать значит начинаем просто с более такой грубой обработки то есть беру вот такого но можно сказать что крупного зерна палочку и начинаю просто стирать все это дело вот эта шпаклевка томиска она неплохо очень обрабатывается то есть дает обработку вот уже как только начинает нас появляться уже пластик вот видите в принципе можно на этом становиться сейчас еще действия начали протру так ну здесь принципе практически уже готов можно в принципе брать и шкурку 400 такая более грубая вот но единственное что шкуркой чем не очень хорошо лучше чем-то более твердым шкурку мы можем получить опять же поверхность не ровно с выпукусь так ну что наверное достаточно теперь в принципе можно снять вот эти вот наши защитные слои скотча убрать так и теперь в принципе можно вот как видите как у нас получается вообще-то в принципе все аккуратненько здесь вот небольшая ступенечка идет поэтому сам по шву но и и вот как раз сейчас уже вот можно но и лишнее здесь кое-чего тут вот это уже можно аккуратненько шкурочка здесь уже можно в принципе добавить водички и уже с водичкой немножко вот этот чтобы не было здесь ступеньки такой явный все это дело почистить так ну вот достаточно берем талфеточку салфеточкой вытираем нашу пыль ну в целом в принципе неплохо единственное что теперь немножко еще нужно взять шкурку более такую мелкую вот я для этого возьму спонжик то миски и им еще немножечко вот подровняют там шкурку вот это вот 400 она грубоватая немножко и остаются риски небольшие поэтому так мы выравниваем вот и в итоге вот что у нас получается не знаю насколько камера передаст все это дело но в общем-то на вид достаточно все у нас получилось гладенько и аккуратненько и так далее далее здесь нужно будет немножко еще поубирать вот то что у нас забилось там расшивку вот но это можно вот либо иголочкой вот пройтись немножко по расшивке брать здесь вот у нас еще расшивка тоже на закрылась но здесь уже лучше взять какой-нибудь пилочку вот что-то типа такой вот я уже показывал пилки такие вот отравленной пилки для но обычных цанговых держателей тамиски есть в принципе и ручные такие наборчики там в руках может держать тоненькую пилочкой ей уже можно вот по вот этому вот шву пройтись только желательно наверное все таки наметить сделать какую-то направляющую небольшую можно в принципе воспользоваться наверно тем же скотчем или специальным лента есть специально такая она более толстая ну точнее практически обычная изолента по сути можно взять чтобы более-менее у нас не соскальзывал конечно скотч несколько тонковат для этой операции но но в принципе в принципе пойдет так ну что здесь мы прорезали потом после того как я вот прорезаю швы вот эти вот их можно немножко там края получается такие ушла немножко бархатятся пластиковым чтобы убрать оттуда лишнюю пыль чтобы немножко обработать края потом просто взять клей обычным которым склеиваем и по этому шву просто пройтись клеем и тогда шов будет чистенький аккуратненький без каких-либо проблем так ну и здесь вот у нас получается так лучше наверное вот так так ну все вот восстановили мы расшивку все вроде бы у нас неплохо получилось так вот здесь небольшой кусочек шпаклевки мы убираем тут не нужен все можно немножко вот пройтись вот взять кисточку немножко жесткую поудалять вот пыль из швов ну и потом как я сказал взять клей обычный хорошенько так немножко поубирать лишнее то есть тут клея не надо много просто по шву проходимся и все все у нас вот это бахрома со шва убирается получается аккуратненький шевчик расшивочки расшивка тут достаточно тоненькая как я уже говорил в обзоре с ней нужно очень аккуратно работать вот вот друзья ну что все будем надеяться что будет это смотреться после грунтовки хорошо как единое целое ровненько но если что придется конечно повторить в принципе ну теоретически можно просто взять до грунта еще просто взять какой-нибудь краски и вот этот участок просто прокрасить и посмотреть ну в общем то я обычно вот сразу когда грунтую когда вот вылезают такие вот если косяки то уже просто еще раз поправляю и это место ну там же по обстоятельствам скажем так либо еще раз повторно прохожусь грунтовкой либо уже сразу если участок небольшой то ничего страшного можно и сразу краски потом закрывать так ну что дальше я уже самостоятельно продолжу эти две детали сейчас обработал вот и продолжу работать с с кокпитом там тоже кое-что я еще подделал но покажу попозже а на этом сейчас друзья прерываюсь ну что ж продолжаем друзья и так возвращаюсь я кокпиту значит после того как мы все покрасили я начал заниматься здесь фототравлением ну вот вклеил педали так собрал приборную панель единственное что нужно будет потом еще по самим прибором пройтись наверное лаком он глянцем прокапать приборчики ну и это может быть по вот этому стыку тоже я еще пройдусь наверное клеем или лаком вот чтобы обезопасить напомню что травление у нас самоклеящийся вот то есть в принципе вроде как держится единственное что тут сразу момент такой возник вот видите с этой стороны здесь мне пришлось уменьшить толщину вот это вот пластиковые детали то есть она была вот такой толщины как видите вот плюс сюда еще наложилась толщина двух слоев от отравления вот и в результате получилась такая штука плюс еще у нас кресло смоляное в общем при установке всех деталей ручки управления самолетом кресло и всего в общем немножко получалось у нас все очень компактно и приборная панель она упиралась немножко вот ручку управления самолетом поэтому вот я сделал вот этих местах немножко убрал да толщину чтобы приборка немножко туда подальше к носу уходила вот сейчас более-менее так она встает вроде бы терпимо вот еще какой здесь момент ну давайте еще закончу сразу вот с креслом покажу кресло вот такое вот кресло получилось я подкрасил здесь подушку соответственно ручку привода системы катапультирования вот ремни ну прошелся еще сухой кистью немножечко выделил так сказать детали такое вот получилось креслица вот так и какой здесь еще один не очень приятный момент тоже возник с фототравлением значит попробовал я вот вот эту боковую панель сделать ну во-первых фототравление немножко переразмерено то есть буквально где-то на полмиллиметра она с обоих сторон вот с этой с этой стороны она больше габаритов ванны вот поэтому придется наверное вклеить сразу кресло потому что иначе мы его потом не вставим вот и потом уже наносить вот эти наклеивать вот эти вот боковые стенки вот я хотел кресло сделать в последнюю очередь чтобы оно не торчало не мешало как-нибудь случайно его не задеть в процессе сборки фюзеляжа вот но он видимо не получится так то есть сначала придется вклеить кресло вот а потом уже подгонять вот эти вот боковые панели в общем пока еще не знаю то что получится может быть даже придется их немножко где-то как-то подрезать подтачивать но в общем сейчас буду разбираться смотреть что как еще раз примерять но предварительно сейчас вклеивать все это дело вот и потом уже будем смотреть ну так же немножко вот еще тоже прошелся здесь сверху тоже сухой кистью немножко по выделял вот детали чтобы они смотрелись но опять же так это пока предварительный результат то есть в принципе может быть еще это все будет перекрашиваться посмотрим так ну что на этом друзья тогда наверное опять прервусь сейчас уже попробую самостоятельно здесь поработать с ванной и уже наверно потом покажу что в итоге получилось все друзья до до следующего включения и так друзья значит что у нас получается с кокпитом значит кокпит я вот подсобрал вот так вот это выглядит значит в ходе окончательной примерки все-таки пришлось вообще полностью срезать здесь вот ушки то есть здесь оставить только толщину в отравленных деталей вот то есть в принципе по идее вообще вот это вот пластиковая деталь приборка в принципе наверное даже может и не нужна вообще то есть здесь можно было просто обойтись только в отравлении причем как видите устанавливать ее нужно она не полностью сейчас вот эти ушки лежат то есть не полностью завален туда вперед как по идее вот он должно ложиться на пластик а немножко стоит более вертикально дело в том что иначе по-другому не влезет вот это вот часть здесь есть выступ своеобразный с этой стороны шелобок то есть иначе она не влезет вот я думал может быть я поторопился тоже это сделать и в принципе вот может быть вот эту часть сверхнюю сейчас срезать чтобы все-таки кабина у нас полностью ложилась точнее приборная доска ложилась немножко еще в сторону сюда от носа вот чтобы не так вплотную она была к ручке управления вот наверное я тут попытался прихватить немножко но в принципе не сильно так по углам наверное сейчас я так и сделал я еще пролил немножко приборку лаком чтобы побольше блестели приборно в принципе тут особо так не видно потому что сама приборка тоже так немножко поблескает так дальше нужно будет еще установить вот эту деталь панель она будет ставиться у нас но я буду ставить уже после того как в клею она ставится вот в это место вот так и на нее уже там нужно будет из тянутого литника сейчас я покажу инструкцию так вот этот момент вот эта панель наша то есть из нее еще нужно двухмиллиметрового сделать такой штырек сечением 0,8 миллиметра это у нас имитация ручки управления двигателем вот но ее я уже сделаю самостоятельно и потом вклеиваю сам последний то есть ее надо подкрасить еще черным вот так ну что давайте попробуем вот здесь немножко подрезать не знаю получится либо нет вот это вот так для этого я возьму наверное так положу чтобы ровненько было попробуем сейчас вот тут аккуратненько срезать так наверно не видно ничего здесь вот в общем вот эту макушку сейчас попробую подрезать хорошо у звезды достаточно мягкий пластик в этом отношении то есть не возникает никаких проблем так давайте еще раз сделаем окончательную примерку так так все равно она не очень ложится эта панель потому что вот уже снизу она упирается в ручку управления самолетом к сожалению вот я здесь такой момент что вот это кресло смолено но чуть побольше чем пластиковая то что дается в наборе вот поэтому ручка немножко тоже как бы вперед ушла вот но в принципе если здесь прихватить клеем то наверное нормально будет также вот здесь видите да немножко отравление выступает за габариты тоже с этим вот есть небольшая сложность но принципе здесь спасать то что здесь есть такие вот как бы управляющие куда она заходит и немножко вот можно корпус так раздвинуть при установке и тогда он туда входит нормально им можно сказать что практически на них и держится так ну что давайте еще раз хорошенько все примерим так здесь у нас все ушло так ну вот и приборку можно будет потом немножко так приезжать туда вот в принципе вроде бы нормально получается наверно можно все это дело сейчас и зафиксировать так ну что давайте попробуем наверно так и сделать так вот сюда я сейчас капну клея суперклея немножко извините друзья если вылезаю из кадра но тут по-другому никак ответственная операция хочется чтобы все сошлось хорошо без каких-либо проблем так но здесь вот у нас вроде бы тоже по бокам все зашло как надо по-моему так ну что теперь надо все это дело прихватить причем прихватить очень хорошо я наверно для этого прям возьму клей к сожалению вот уже не высыхает клей такой густой уже стал на крыла ты прямо так вот не жалея все это дело промажу вот ну что осталось только дождаться пока все это хорошо порошенько высохнет вот а потом уже можно будет приклеить дополнительные детали здесь еще у нас сюда устанавливается панель ну как я уже сказал панель где у нас устанавливается рут ручка управления двигателем здесь еще прицел надо будет сделать но тут еще есть на чем поработать но пока такой вот такой вот у нас получается кокпит то есть на мой взгляд то есть на мой взгляд конечно для 72 масштаба вполне вполне достаточно и смотрится неплохо все на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд все друзья на этом я думаю эту серию мы закончим я сейчас посмотрю наверное так уже материала набралось на серию и пойду монтировать все друзья до следующего включения но все на мой взгляд